580 тысяч штрафа за 150 тысяч ущерба. Торговать нелегальным алкоголем в Самарской области становится накладно. Один рейд представителей областного Минэкономразвития принес улов в виде шести сотен бутылок нелегального спиртного. Кто помогает сотрудникам министерства уявлять бутлегеров на своей территории, расскажет Николай Козлов. Неприметный магазинчик на границе садового товарищества и коттеджного поселка. Ассортимент не уступает иному супермаркету. Вот только общественники выяснили, на торговлю разнообразным алкоголем у хозяев торговой точки лицензии нет. После обучающего семинара в июне месяце вместе с общественным советом микрорайона проводился мониторинг микрорайона. Были выявлены объекты, которые торгуют алкоголем без лицензии, без егоиза. И данная информация была передана в администрацию Красноглинского района и в департамент по борьбе с незаконным оборотом алкоголя Министерства экономического развития Самарской области. Семинары, на которых активистов общественных советов учили выявлять точки, незаконно торгующие спиртным, проводились по инициативе главы региона. После них у людей появилось понимание – нарушение в этой сфере не только наносит серьезный ущерб здоровью граждан. Из-за пронырливых дельцов местные бюджеты недополучают деньги на развитие муниципальной инфраструктуры. Но теперь торговать нелегальным алкоголем в регионе становится накладно. В данной торговой точке резидуется алкоголь, пиво без эгоиз и крепкая алкогольная продукция, в частности водка и шампанское с поддельными федеральными специальными марками. Здесь получилось около 600 единиц алкогольной продукции. Сумма, так скажем, ущерба составит от 150 тысяч рублей. Плюс наш административный штраф, который мы уже с вами озвучивали, это 500 тысяч за торговлю без лицензии и 4 штрафа по 20 тысяч. Весь алкоголь изъят. После решения суда он, вероятнее всего, будет уничтожен на специальном полигоне. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии.